Прошлое 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 Увлечет вас с первых же минут На небольшой железнодорожной станции в провинциальном городке Сегодня с самого утра царило оживление Перрон был запружен людьми, которые суетились, перекрикивались И подтягивали за собой тяжелые чемоданы Среди всей этой суматохи особо выделялась шумная группа, собравшаяся по особому поводу Проводы молодого парня в армию Веселье и грусть смешались в один яркий момент Мужчина с баяном, стоящий чуть в стороне, энергично выводил веселую мелодию, которая тут же привлекала внимание всех вокруг Одни подпевали, другие пританцовывали, а кое-кто вытирал слезы не в силах скрыть эмоции Все взгляды, словно магнитом, были устремлены на центральную фигуру происходящего, симпатичного молодого парня по имени Кирилл Высокий и крепкий, с рюкзаком, перекинутым через одно плечо, он стоял в центре толпы Его лицо было озарено легкой улыбкой, но глаза выдавали внутреннюю напряженность Он отвечал на многочисленные вопросы, то и дело кивал на слова, которые доносились к нему со всех сторон И раздавал обещания, успокаивая собравшихся Однако, несмотря на все внимание к происходящему, он словно не выпускал из объятий тонкую хрупкую девушку Она крепко прижималась к его груди и лишь тихо плакала, пряча лицо от всех Их фигуры, слитые в момент прощания, создавали особую атмосферу, вызывая у одних теплую улыбку, а у других грустную горечь разлуки Кирилл и Ксюша росли на одной улице Он часто помогал ей делать уроки, защищал от ребят во дворе А она приносила ему тетрадки с пропущенными заданиями, когда он болел Их дружба была чем-то неизменным, как смена времен года Даже тогда, когда между ними начали зарождаться романтические чувства Они старались не разрушить эту нежную гармонию, которую строили годами Другой рукой парень поддерживал женщину средних лет Которая, несмотря на внешнюю стойкость, не могла скрыть слезы, стекающие по ее щекам Рядом стоял еще один мужчина, который время от времени похлопывал парня по плечу в знак поддержки Отец, мать и девушка будущего солдата лишь мечтали, чтобы этот миг продлился бесконечно Но вот раздался протяжный гудок поезда Группа внезапно затихла, и звуки баяна тоже прекратились Все присутствующие обратили внимание на приближающийся состав, напряженно считая количество вагонов «Наш подъехал!» — закричал кто-то из компании «Кирюха!» — прямо как по заказу Вагон действительно остановился прямо напротив их группы В этот момент родственники и друзья буквально бросились обнимать, целовать и напутствовать парня «Служи достойно, сынок!» — произнес отец с твердостью, но его голос предательски дрожал Мать, не сдержав эмоций, снова разрыдалась и крепко прижала сына к себе В то время как с другой стороны к парню прильнула девушка, нежно обвивая его руками «Ну, достаточно, мои дорогие!» — сказал парень, и его голос слегка дрожал от волнения Но он старался быть спокойным «Мама! Ксюша! Все будет хорошо, я обещаю! Я должен идти!» — твердо сказал он, целуя мать и девушку на прощание Затем, махнув всем рукой, он решительно вошел в вагон Когда поезд медленно тронулся с места, вся провожающая компания начала энергично махать руками Словно надеясь, что этот жест сможет задержать момент расставания Парень, стоя у окна, махал им в ответ, пока их фигуры не начали исчезать вдали Поезд ускорился и вскоре, протяжно прогудев, потянул состав в неизведанные дали Ксюша, та самая девушка, долго стояла на месте, не отрывая взгляда от исчезающего поезда Женщина, еще недавно плакавшая на груди сына, также не могла отвести глаз И вот их взгляды неожиданно встретились «Почему еще стоишь здесь?» — негромко проговорила женщина, и ее голос звучал холодно «Иди, но не обманывай себя! Кирилл не вернется к тебе! Забудь его! И устраивай свою личную жизнь без моего сына!» «Что вы такое говорите, Ольга Николаевна?» Так же тихо, но с ноткой недоумения ответила девушка «Я действительно люблю вашего сына, и непременно дождусь его! Я ему обещала! Он знает, что я буду верно ждать!» — с уверенностью произнесла девушка Ее голос дрожал от переполняющих эмоций «Дождется она! Как же!» — презрительно фыркнула мать, и ее лицо исказилось от гнева «Ты такая же легкомысленная, как и твоя мать! Убирайся отсюда и ищи себе кого-нибудь другого!» — зло добавила она «И забудь о моем Кирюше! Ольга Николаевна хотела сказать еще что-то, еще более резкое и колкое!» Но ее муж бережно обнял ее за плечи и мягко повел в сторону выхода с перона Ольга Николаевна, уткнувшись в плечо мужа, пошла за ним тихо, всхлипывая «Ну, Юрочка!» — жалобно прошептала она «Я прекрасно вижу, какая она на самом деле! Эта девушка совершенно не подходит нашему Кирюше, и ей даже хватило наглости прийти провожать его» Юрий, пытаясь успокоить жену, тихо ответил «Олечка, ну не волнуйся!» «Что уж теперь поделать, если наш сын выбрал именно ее?» Смазливая девчонка покорит своей внешностью, кого захочет Вот и наш сынок не устоял перед ее чарами «Ах, вы мужчины! Вы все одинаковые!» — не унималась Ольга Николаевна, и ее голос полнился обидой «Вам никогда не понять! Вы всегда думаете не головой, а чем-то совсем другим!» Ксюша слышала каждое слово, но на сердце у нее было неспокойно Ей было больно и обидно от того, что родители любимого парня вот так несправедливо к ней относились Ведь она всегда старалась вести себя достойно и никогда не давала повода для грязных разговоров Кирилл и Ксюша учились вместе с первого класса, но лишь в старших классах между ними зародились первые робкие чувства В десятом классе их дружба начала постепенно перерастать во что-то более глубокое, чистое и невинное, словно весенний цветок, распускающийся после долгой зимы Кирилл каждый день провожал Ксюшу домой после уроков, и они часами гуляли по тихим улочкам их небольшого городка И эти прогулки были для них настоящим счастьем Они наслаждались обществом друг друга, забывая обо всем на свете Об интимной стороне отношений они и не думали Казалось, что для них важнее всего было просто быть рядом Первый поцелуй произошел спустя два месяца, с того момента, как они признались друг другу в своих чувствах Кирилл с удовольствием поднимал Ксюшу на руки и кружил ее в воздухе, словно маленькую девочку А она, заливаясь искренним смехом, чувствовала себя самой счастливой на свете Да, они были счастливы, по-настоящему счастливы в своем юношеском увлечении Ольга Николаевна часто стояла у окна, глядя, как Кирилл провожал Ксюшу домой Она видела, как он смотрел на эту девушку, и понимала, что ее сын ей уже не принадлежит Этот страх пронизывал ее до глубины души Она хотела, чтобы его жизнь была идеальной, и чтобы он сделал правильный выбор Но что, если он ошибался? Что, если эта девчонка просто разрушит его светлое будущее? В день выпускного, когда все выпускники и родители праздновали окончание школы, они просто сбежали от шумной кампании На берегу реки, где шум воды заглушал все тревоги, они сидели вдвоем, разговаривая о будущем Строили планы, обнимаясь под звездным небом Вот так, рука в руке, они и встретили свой первый взрослый рассвет Чувствуя, что впереди у них большое и светлое будущее Их не волновали сплетни, которые, возможно, рождались за их спинами Потому что они знали, что ничего постыдного не сделали Кирилл относился к девушке с трепетом, как к самой лучшей части своей жизни После окончания школы ребята решили, что хотят связать свои судьбы узами брака Они мечтали о скромной, но душевной свадьбе, где бы присутствовали только самые близкие Однако планы молодых встретили неожиданный и жесткий отпор со стороны родителей парня Если раньше они считали отношения своего сына с этой девицей, как они пренебрежительно называли Ксюшу Временным увлечением То теперь, узнав об истинных намерениях сына, они всерьез забеспокоились Мать Кирилла, Ольга Николаевна, моментально активизировалась Она начала настойчиво убеждать его, что Ксюша вовсе не та девушка, которую нужно брать в жены Таких девиц, как эта Ксюша, у тебя, сынок, будет еще целый вагон и маленькая тележка Часто повторяла она с раздражением Отец Кирилла, Юрий Иванович, безмолвно поддерживал свою жену Впрочем, как всегда По натуре он был человеком тихим и покорным, в жизни и на работе полностью зависел от жены Ведь Ольга Николаевна была начальником в городской администрации и возглавляла строительный отдел А он, Юра, трудился там же, самым обычным водителем Ольга Николаевна была крайне недовольна выбором сына Но больше всего ее злило то, что ее сын решил связать свою жизнь с простой девушкой, дочерью матери-одиночки Мать Ксюши, Мария, много лет назад приехала в их городок из столицы, будучи уже беременной Она родила свою дочь, но никогда не рассказывала никому, кто на самом деле был ее отцом Работала Мария скромной швеей, шила костюмы для артистов в местном доме культуры Да еще и брала подработки домой, чтобы хоть как-то свести концы с концами Ольга Николаевна никак не могла смириться с тем, что ее сын выбрал себе такую невесту Она уже давно присмотрела для Кирилла другую спутницу жизни, Еву, дочь мэра их города Девочку из весьма состоятельной и уважаемой семьи В ее глазах такой брак был бы просто идеальным, и она намеревалась сделать все возможное, чтобы разрушить отношения сына и его непутевой девицы Ольга Николаевна не обращала никакого внимания на то, что выбранная ею для сына девушка не обладала внешней красотой, как Ксюша Гораздо важнее для женщины было то, что дочь мэра имела огромные перспективы и широкие возможности Она старалась убедить сына наладить отношения с Евой, видя в этом шаг к обеспеченному и стабильному будущему Однако Кирилл оказался упрямым и категоричным Он твердо заявил, что его сердце принадлежит только Ксюше, и никакие уговоры матери не могут заставить его изменить свои чувства Со времени окончания школы парень стал совершенно неуправляемым, что только усиливало тревогу Ольги Николаевны «Ты слишком строга к ним, Ольга», — сказала ее подруга за чашкой чая «Молодежь должна сама выбирать, я лишь хочу, чтобы мой сын жил лучше меня», — воскликнула Ольга Николаевна «Я всю жизнь тяжело работала, чтобы у него было будущее» «А что ему даст эта наивная девчонка? Она ему не пара, а если он счастлив с ней?» — парировала подруга в ответ Ольга Николаевна на миг задумалась, но ее гордость не позволила признать истину И под конец диалога она добавила «Счастье — это временно, а вот ошибки — на всю жизнь» Она строила большие планы на будущее сына и хотела отправить его учиться в престижный столичный вуз Чтобы он мог получить солидное образование и завести полезные связи Но Кирилл неожиданно заявил, что решил пойти в армию Он был убежден, что настоящий мужчина должен пройти военную службу А уже потом определиться с выбором профессии Ольга Николаевна была просто в шоке Она пыталась вразумить сына, уговаривала его пересмотреть свое решение Но все ее попытки оказались тщетными В отчаянии она даже решила действовать за его спиной И тайком обратилась в военкомат, надеясь договориться и избавить сына от службы Но там ее ждала неожиданная реакция Военный комиссар, человек строгих принципов, вежливо, но твердо посоветовал ей успокоиться И перестать вмешиваться Он подчеркнул, что Ольга Николаевна должна гордиться тем, что воспитала такого сына, который не ищет легких путей И желает честно выполнить свой долг перед родиной, не пытаясь уклониться от службы Эти слова, сказанные авторитетным человеком, заставили Ольгу Николаевну задуматься Она осознала, что ее влияние на сына не безгранично И что Кирилл уже взрослый человек, готовый принимать собственные решения Даже если они идут вразрез с ее планами и ожиданиями Кирилл решил отправиться на службу не только из патриотических чувств Но и с тайной надеждой, что за время его отсутствия мать успокоится и примет его отношения с Ксюшей Он верил, что по возвращении, когда они смогут пожениться, мать увидит, как искренне девушка его ждала И, возможно, наконец, примет их любовь У него не было ни малейших сомнений в преданности любимой, как, впрочем, и в своих собственных чувствах Накануне отъезда они провели ночь, как когда-то на выпускном у реки, сидя в объятиях друг друга И молча смотря на звезды В тишине Ксюша страстно прошептала «Кирилл, я так сильно тебя люблю Если хочешь, можем прямо сейчас И сделать это Кирилл лишь тихо ответил «Я тоже этого хочу, но нет Давай лучше подождем Я не хочу торопить события И обидеть тебя тоже не хочу Вернусь, мы поженимся И тогда все у нас будет как надо Ксюша смущенно, но с благодарностью улыбнулась В этот момент они оба знали, что их будущее будет светлым и чистым Она обязательно дождется его И станет счастливой невестой А затем и женой И вот сейчас, стоя на перроне И слушая жестокие слова матери Кирилла Девушка почувствовала, как ее сердце буквально сжимается От боли и обиды Как могла Ольга Николаевна Говорить вот такие вещи Ксюша была уверена в своей честности и верности И никто, кроме Кирилла, ей не нужен И она обязательно дождется его возвращения Прошло шесть месяцев с тех пор Кирилл, находясь на службе В воздушно-десантных войсках Чувствовал, что это его истинное призвание Они с Ксюшей часто обменивались письмами Иногда удавалось даже поговорить по телефону Родители тоже не забывали посылать весточки Хотя отношения с матерью оставались такими же напряженными Служба в армии была сложной Но именно здесь Кирилл понял Что значит быть сильным Не только физически, но и морально Он научился принимать решения Отвечать за свои поступки И поддерживать товарищей В моменты, когда сердце сжималось от тоски по дому Он находил утешение в письмах его любимой Ксюши Они были для него как спасательный круг в бушующем океане А потом вдруг Ксюша просто исчезла из его жизни Письма перестали приходить Сообщения больше не появлялись И ее телефон упорно оставался вне зоны доступа Сначала Кирилл пытался сохранять спокойствие Успокаивая себя мыслями Что возможно у нее просто возникли некоторые трудности Но время шло И терпение начало истощаться В конце концов Он решил обратиться за помощью К своему верному другу Руслану Который оставался в родном городе И учился на сварщика Кирилл был уверен Что Руслан наверняка знает Что именно происходит с Ксюшей И почему она перестала выходить на связь Однако ответ друга был неожиданным и тревожным Руслан признался Что уже давно не видел Ксюшу в городе Это сообщение озадачило Кирилла еще больше И понимая, что ждать больше нельзя Он решился на трудный шаг Позвонил матери Он прекрасно знал, что этот разговор Может обернуться неприятностями Но его беспокойство за любимую девушку Пересилило все Когда Кирилл задал вопрос о Ксюше Ольга Николаевна, казалось, уже была готова К этому разговору Она вздохнула, как бы подготавливая сына К горькой правде И произнесла Не хочу тебя огорчать, сынок Но я все-таки оказалась права Насчет этой девицы И предупреждала тебя не единожды Но ты же не захотел слушать родную мать Кирилл почувствовал, как его сердце Сжалось от напряжения А мать продолжила свой монолог Твоя Ксюша, оказывается, не такая уж и верная Она тебя не дождалась Говорила Ольга Николаевна, выкладывая последние козыри на стол Кирилл почувствовал, как в нем закипает гнев и недоверие Мама, я не верю тебе Воскликнул он, не сдерживая эмоций Да ты просто наговариваешь на нее Так как всегда недолюбливала и хотела нас разлучить Ведь так? Ксюша не способна на такое предательство Я не верю тебе Но Ольга Николаевна, не дрогнув, добавила Такая, сынок, именно такая И не только предала тебя Но и живот у нее уже скоро будет заметен Эти слова поразили Кирилла И он почувствовал, как у него все похолодело внутри Какой еще живот? Еле слышно прошептал он, не веря собственным ушам Ответ матери был полон уверенности Беременная она сынок И от кого? Одному Богу известно Я сама ее в городе видела Шла вся понурая такая Глаза в землю опустила Стыдно же как Каждое слово матери вонзалось в сердце Кирилла Вызывая в нем целую бурю эмоций Он не мог поверить в услышанное И совсем не знал, что делать Это известие заставило его усомниться во всем Во что он так искренне верил А мать продолжала свой монолог Фу, какой позор Ведь прошло уже около шести месяцев Значит, как только она тебя проводила в армию Тут же с кем-то закрутила Презрительно произнесла мать Кирилл хотел возразить Хотел закричать, что она ошибается Что Ксюша не могла так с ним поступить Но если это правда Откуда тогда этот ребенок? Между ними ничего не было Он оберегал ее для их свадьбы Однако, оказывается, только ему одному это было важно После этого разговора с матерью Кирилл почувствовал себя полностью разбитым Его трясло от нервного напряжения И даже температура поднялась Он попал в лазарет, где врачи терялись в догадках, что же случилось А причина была в его переживаниях Спустя неделю Кириллу удалось немного успокоиться Он заставил себя загнать боль от предательства глубоко внутрь И решил, что пусть Ксюша живет, как ей хочется А он больше не хочет ничего о ней знать Оставшуюся часть службы он отработал достойно Но сразу после демобилизации подписал контракт, продолжив свою военную карьеру Сначала жизнь казалась спокойной Но потом пошли один военный конфликт за другим И за четыре года Кирилл ни разу не вернулся домой Хотя и мог бы спокойно взять отпуск Он не перестал скучать по дому и родителям Но страх встретить Ксюшу был слишком силен Кирилл, будучи десантником, испытывал страх не перед врагом А перед возможной встречей с девушкой, которая его предала Он боялся, что его сердце не выдержит Что гнев и обида захлестнут его И он просто не сможет контролировать свои действия Родители парня волновались, что их сын, кажется, совсем уже забыл дорогу домой Они постоянно просили его приехать хотя бы на несколько дней Но каждый раз он находил оправдание Говоря, например, что начальство не дает отпуска Однажды вечером, сидя у костра во время учений Сослуживец по имени Саша спросил Кирилла «Почему ты никогда не говоришь о своей девушке? У тебя же наверняка была любовь» Парень улыбнулся, но в его глазах мелькнула грусть «Была, конечно» Но все сложилось не так, как хотелось Саша хлопнул его по плечу «Если любишь, вернись и разберись во всем» Настоящая любовь не уходит бесследно Но однажды Кирилла вызвал командир части И сообщил, что из военкомата его родного города пришел звонок Мать жаловалась, что сыну незаконно не дают отпуск вот уже столько лет Командир удивленно спросил «Ты же берешь отпуск?» Парень кивнул утвердительно «Конечно, беру!» Но домой так ни разу и не ездил «Почему же?» Не понимал командир «Просто не хочу!» Коротко ответил он Понимая, что поездка домой Это не только встреча с родителями Но и с прошлым, которое он старался забыть «У тебя что, конфликт с родителями?» «Или твоя девушка не дождалась?» Сразу определил командир части Он понял, что настоящая причина Кроется во втором варианте И порекомендовал Кириллу отпустить эту ветреную особу Раз она его предала «А вот навестить родителей обязательно надо» Добавил он с сожалением «Нехорошо так обходиться с семьей» И Кириллу все-таки пришлось съездить домой Чтобы успокоить мать Он ехал в поезде Который уже третий день следовал к его родному городку В пути поезд остановился на узловой станции Где простоял около 30 минут Кирилл решил воспользоваться этим временем И прогуляться по перрону В надежде купить пирожки на привокзальной площади Добравшись до первого торгового ларька Он встал в очередь среди суетящихся пассажиров Поглядывал на часы и на поезд Стараясь не упустить время И вдруг издалека он заметил молодую женщину с ребенком Выделяющихся среди всех остальных Женщина была одета в старую Хотя и чистую одежду А ее обувь была сильно изношена Мальчик, которому было около трех лет Тоже выглядел аккуратно Хотя его одежда была скромной Женщина крепко держала его за руку И время от времени обращалась к проходящим мимо пассажирам Хоть Кирилл и не слышал, что именно Она там говорит Но быстро понял, что она просит подаяния Этот факт вызвал у него внутреннее отвращение Он чувствовал, как его уже слегка подташнивает от одного лишь вида этих вездесущих попрошаек Кирилл стоял в недоумении Глядя на женщину, которая шла к нему навстречу В ее походке и взгляде было что-то знакомое Сначала он не мог понять, что именно Но затем узнал ее Это была Ксюша Ее глаза расширились от шока Когда их взгляды пересеклись В следующую же секунду она поспешно развернулась Схватила мальчика на руки И быстро рванула в другую сторону Кирилл инстинктивно кинулся за ней Не понимая, почему так поступает Ему было необходимо поговорить с ней Хотя он и не мог объяснить, зачем В сердце бушевали эмоции А обида, которую он питал к Ксюше Смешивалась с каким-то странным чувством жалости И желанием разобраться в ситуации Он догнал ее у своего вагона И тут же схватил за плечи «Ксюша, стой!» Громко воскликнул он И его голос звучал настойчиво и даже агрессивно Она замерла на месте и повернулась к нему Ее лицо было искажено болью и отчаянием Мальчик, которого она крепко прижимала к себе Заплакал, ощущая волнение своей матери Слезы ручьями катились по лицу Ксюши И это зрелище глубоко тронуло Кирилла В следующий миг он почувствовал, как его собственное сердце сжалось от боли «Тише, тише, родная, успокойся, пожалуйста», — повторял он И его голос был полон растерянности и беспомощности Он не знал, с чего начать разговор Как лучше повести себя в этой ситуации Но продолжал держать ее за руку, чтобы она не попыталась снова убежать Внезапно он услышал ее голос, полный страха «Мне больно», — сказала она И это словно вернуло Кирилла в реальность Он осознал, что причиняет ей боль И резко отпустил руку женщины Его сердце стучало, как сумасшедшее Но больше сдерживать себя он не мог Кирилл в отчаянии закричал «Не убегай, нам нужно поговорить Я имею на это право И я хочу знать всю правду» Ксюша развернулась, чтобы снова уйти Но замерла, услышав его искренние слова «Ксюша, я знаю, что ты не дождалась меня Я был вне себя от злости И не хотел видеть тебя Но раз уж мы встретились, давай, наконец, поговорим Что случилось с тобой? Почему ты выглядишь вот так? И что ты здесь делаешь?» — выпалил Кирилл Но Ксюша лишь молчала, качая головой В это время молодая проводница громко закричала «Товарищ военный, поезд отправляется, зайдите в вагон» Кирилл посмотрел на Ксюшу и ее ребенка И почувствовал, что не может их оставить Несмотря на предательство, он был обязан помочь ей «Я не еду дальше!» — крикнул он проводнице «Можете забрать мои вещи из вагона?» Проводница удивленно округлила глаза И хотела было что-то сказать Но потом махнула рукой и пошла выполнять просьбу странного пассажира Вскоре он, стоя на платформе, поймал свои чемоданы и сумку Кирилл огляделся в тревоге Увидев, что Ксюша все еще рядом и никуда не ушла Слезы на ее лице уже высохли А малыш, крепко прижатый к ее груди, спокойно дремал Они сели на лавочку на вокзальной площади Обоим было трудно найти слова И некоторое время они просто молчали Наконец Кирилл решился нарушить тишину «Моя мама рассказала мне о твоей беременности Она случайно тебя увидела С большим животом!» — начал он «Но ведь ясно, что ребенок не от меня У нас ведь ничего не было Почему ты сама не объяснила мне, что произошло?» «Могла хотя бы написать или позвонить?» «Я с ума сходил от волнения!» — Ксюша лишь усмехнулась с горечью «Твоя мама много чего рассказала тебе И ты ей поверил? Как же я мог не поверить?» — ответил Кирилл «Ты в один миг просто исчезла!» — прекратило общение «И вот я вижу, что у тебя уже ребенок есть» — он указал на спящего малыша Который мирно отдыхал на руках Ксюши «Ребенок, конечно, есть!» — прошептала девушка «Но ты не знаешь всей правды! Я все расскажу тебе! А ты уж решай сам, верить мне или нет!» И она начала свой рассказ Четыре года назад, после того, как Кирилл уехал, Ксюша пошла в медицинский колледж, чтобы подать документы Документы были приняты, и у нее были хорошие шансы стать студенткой Выйдя из колледжа, она столкнулась с Русланом, бывшим одноклассником и другом Кирилла И тот предложил подвезти ее на своей машине Ксюша согласилась, и по дороге он предложил кофе, который якобы только что купил в автомате Девушка выпила кофе, ничего не подозревая А через несколько минут потеряла сознание А проснувшись, уже оказалась в постели с Русланом Совершенно не помня, что же произошло Руслан, гадко улыбаясь, без всякого стеснения заявил, что ему это понравилось И что у него есть очень интересное видео, которое он собирается показать Кириллу Ксюша была потрясена, она залилась слезами от стыда и боли Руслан, демонстрируя видеозапись, грубо насмехался над ее страданиями Когда девушка попыталась обратиться в полицию, Руслан напомнил ей, что у него есть дядя в полиции И ее попытки не будут иметь никакого смысла У тебя даже заявления никто принимать не будет А будешь языком трепать, а пожалеешь Строго предупредил он Руслан с детства привык бороться за внимание Его родители работали с утра до ночи, часто оставляя его самого наедине с улицей и телевизором Руслан рано понял, что завоевать любовь и признание можно только через хитрость И он всегда тихо завидовал Кириллу Его семье, успехам и вниманию друзей А когда Кирилл завоевал сердце Ксюши, Руслан почувствовал, что должен отнять у него хотя бы это Чтобы хоть раз в жизни почувствовать себя по-настоящему значимым Она была в ужасе от того, что друг ее любимого парня мог быть таким подлым Со слезами на глазах Ксюша вернулась домой, и она не знала, что делать дальше В слезах провела ночь, и единственным утешением была ее мама, которая советовала обратиться в полицию Однако девушка решила, что не хочет о глазке, и предпочла просто забыть все это Она ждала Кирилла, чтобы все ему рассказать, но страшно боялась его реакции На седьмом месяце беременности в их доме произошел пожар из-за короткого замыкания проводки Ксюша с мамой едва успели выбраться на улицу, и у них больше не было дома Узнав об этом, Ольга Николаевна воспользовалась ситуацией и быстренько предложила свою помощь Ксюша с мамой переехали к пожилой тетке в соседний район Вскоре у Ксюши родился сын, которого она назвала Кириллом, в память о своей первой и единственной любви Тетя Ксюши, Анна Петровна, была человеком строгих правил, но с добрым сердцем Она всегда говорила, нельзя жалеть себя, девочка моя Трудности — это только ступеньки вверх Анна Петровна приютила племянницу и ее мать в своем скромном доме, пока не случилась очередная трагедия Она умерла от сердечного приступа Ксюше приходилось бороться не только с внешними обстоятельствами, но и с непониманием родной матери Ты не понимаешь, Ксюша, жизнь не бывает справедливой Сказала однажды ее мать, раздраженно складывая вещи Ты слишком много мечтаешь Кирилл тебя просто забыл, и тебе нужно, наконец, принять это Нет, мама, он не забыл Ксюша подняла голос, впервые осмелившись возразить матери Ты просто не знаешь, что такое настоящая любовь Настоящая любовь, — мать усмехнулась горько Настоящая любовь заканчивается ровно там, где начинается настоящая бедность Для нее малыш стал единственным утешением в жизни Она старалась не думать о Кирилле и о том, что случилось с ее жизнью И сосредоточилась на заботе о ребенке Но жизнь продолжала ставить перед ней все новые и новые испытания Смерть тетки и инсульт матери сделали ее жизнь еще более трудной На тот момент, когда Ксюша решила просить милостыню на вокзале У нее не было денег даже на хлеб А ребенка кормить нужно было Вот она и решилась Кирилл слушал ее, сжав кулаки от гнева Он видел, что она была все той же честной и искренней девушкой Только теперь она выглядела совершенно подавленной Словно цветок, который подвергся жестокому ветру Он понимал, что многое осталось до конца невыясненным в этой мутной истории И теперь ему было стыдно за то, что он так просто и быстро принял на веру слова своей матери Срывающимся голосом он сказал «Ксюша, теперь я не оставлю тебя! Все будет хорошо, верь мне!» Она смотрела на него полными от слез глазами и молчала Затем ее взгляд упал на сына, и Кирилл осторожно погладил его по голове «Я вас не брошу!» Лишь прошептал он И Ксюша, заливаясь слезами, нежно прильнула к его плечу Кирилл сидел рядом с Ксюшей, поглядывая на ее сына Мальчик осторожно взглянул на него Затем прижался к матери Кирилл достал из кармана небольшой жетон с надписью «ВДВ» И протянул малышу «Это тебе!» Чтобы помнил, что у тебя тоже есть защитник Мальчик, не отпуская руку матери, осторожно взял жетон и заулыбался Весь отпуск Кирилл провел с Ксюшей и ее маленьким сыном Он помог ей облагородить старенький дом, обеспечил Марию необходимыми медицинскими услугами И купил дорогостоящие препараты, чтобы женщина быстрее восстанавливалась после болезни И вот однажды, сидя вдвоем на лавочке, Ксюша принесла Кириллу письмо С наклеенной почтовой маркой, готовая к отправлению Мужчина открыл письмо и начал читать «Любимый мой Кирюша» — обращалась Ксюша к любимому в первых строках «Я никогда не думала, что буду писать тебе вот такое письмо Мне страшно, мне больно, но я хочу, чтобы ты знал Я люблю только тебя Все, что произошло в моей жизни, я не могу тебе объяснить Но, пожалуйста, верь мне, мое сердце навсегда с тобой Я обещала дождаться тебя, и я буду ждать, несмотря ни на что Только ты — моя сила» После того, как Кирилл прочитал письмо, Ксюша добавила, что так и не смогла Отправить тогда это последнее письмо В своей душе она всегда верила, что они будут вместе За неделю до окончания отпуска они расписались без пышных торжеств Кирилл пообещал, что свадьба будет позже Он также усыновил маленького Кирилла Вернувшись в родной город, он высказал родителям все, что думал о них Его мать продолжала плакать и утверждать, что действовала ради его счастья В то время как отец молчал, как всегда Кирилл лишь махнул рукой и сказал «Мама, ты преступница, ты это понимаешь? Это же ты все и подстроила Мы с Ксюшей будем вместе, и теперь ты ничего не можешь изменить Ты поступила подло и низко, неужели не понимаешь? Ты разрушила мою жизнь и жизнь Ксюши Больше ноги моей не будет в вашем доме С вами, дорогие родители, я прощаюсь Больше не приеду и не хочу вас знать С этими словами он вышел, хлопнув дверью Он понимал, что сказал это в гневе Но теперь будет узнавать о родителях только через знакомых Предательство, даже со стороны близких Трудно простить И, возможно, пройдет время, прежде чем он сможет это сделать Уходя из дома, Кирилл остановился на мосту С которого в детстве часто смотрел на закат Он достал из кармана фотографию Ксюши, которую когда-то носил в бумажнике На обороте было написано Ты мой свет Кирилл сжал фотографию в руке и тихо прошептал Мама была не права, но я ее прощаю Потому что не хочу нести эту боль дальше Через год Кирилл, наконец, нашел бывшего друга Руслана Как ты мог вот так жестоко поступить с Ксюшей? Ты ведь хорошо знал, что мы любим друг друга Ты же был моим другом Руслан упал на колени и начал просить прощения Прости, друг, бес попутал Сам не знаю, как так произошло Давно она мне нравилась, и тебе я сильно завидовал Что отхватил себе такую красавицу Столько раз в клуб ее звали ребята, а она отказывалась Верно, только тебя ждала Вот меня зависть и заела Да и мать твоя тоже хорошо постаралась Продолжал Руслан разговор Ведь это она и предложила мне такую идею Ольга Николаевна была важной шишкой в городской администрации Ее уважали за твердый характер и деловую хватку Но за спиной часто шептались о ее чрезмерной строгости Она привыкла все держать под контролем Будь то проекты строительства или воспитание сына Для нее важно было, чтобы Кирилл соответствовал ее высоким стандартам Ведь она всегда считала, что его успех будет прямым отражением ее усилий как матери Ольга Николаевна также была известна как человек, который просто не терпит возражений Она могла добиться своего не только благодаря профессионализму Но и за счет личного влияния Которое распространялось далеко за пределы ее кабинета Она привыкла решать проблемы быстро и жестко Совсем не считаясь с чужими мнениями В тот роковой день Ольга Николаевна пригласила Руслана на чашку чая Под предлогом благодарности за помощь С организацией одного важного школьного мероприятия Парень, польщенный вниманием матери Кирилла С удовольствием принял приглашение «Руслан, послушай», — начала Ольга Николаевна после короткого разговора о пустяках «Ты ведь знаешь Ксюшу?» «Конечно знаю», — ответил он, пытаясь скрыть неловкость Ольга Николаевна внимательно посмотрела на него «Знаешь, я уже давно заметила, что она тебе небезразлична Я ведь права?» Руслан напрягся и быстро ответил «Не знаю, о чем вы, Ольга Николаевна Не скромничай, мальчик мой», — с улыбкой сказала она «Я же вижу, как именно ты смотришь на нее», — Руслан отвел глаза «Но его молчание говорило само за себя» «А если я скажу, что у тебя есть шанс?» — добавила она, наклонившись ближе «Шанс?» — переспросил Руслан «Увести ее у Кирилла», — прямо сказала Ольга Николаевна «Она ему не пара, девица из простой семьи и совсем без перспектив А ты чистолюбивый, смелый и с амбициями, ты сможешь ее очаровать» Руслан недоверчиво смотрел на нее «Но зачем вам это нужно?» — Ольга Николаевна слегка усмехнулась «Я мать, Руслан, я хочу, чтобы мой сын сделал правильный выбор А Ксюша — это просто ошибка, и Кирилл слишком ослеплен, чтобы это увидеть Но ты можешь помочь мне открыть ему глаза» Руслан колебался С одной стороны, предложение было унизительным Но с другой, он всегда завидовал Кириллу «И что я должен сделать?» — спросил он, стиснув кулаки «Соблазни ее!» — холодно произнесла Ольга Николаевна «А еще лучше, заставь ее ошибиться Пусть Кирилл увидит, что она совсем не та, за кого себя выдает И не бойся последствий Если что-то пойдет не так, я прикрою тебя» — Руслан замер, переваривая услышанное «Хорошо», — коротко ответил он Когда он ушел, Ольга Николаевна облегченно вздохнула Ее план был в действии И она была уверена, что вскоре избавится от ненавистной девушки Раз и навсегда «Я хотел бы тебе врезать по морде, да?» — сказал Кирилл «Но не хочу мараться, ты все равно получишь свое» И он уехал Когда матери Ксюши стало лучше, молодая пара переехала в военный городок, где служил Кирилл Им предоставили квартиру, и в небольшой часовне они обвенчались И теперь их любовь уже ангелы охраняли Прошло целых два года с тех пор У Кирилла и Ксюши родился сын Крепкий светловолосый мальчик, которого они назвали в честь дедушки Юрием Когда Кирилл впервые взял ребенка на руки, он понял, что его сердце полностью исцелилось от старых обид Теперь в его жизни было все, что он когда-то считал утраченным — любовь, семья и смысл Кирилл долго откладывал разговор с матерью, но, глядя на сына, он решил, что «не может» Передать в будущее ту боль, которую сам так долго нес И однажды вечером он пришел в дом родителей Ольга Николаевна открыла дверь и, увидев сына, буквально застыла на пороге Она выглядела изменившейся Ее лицо потеряло ту строгость, которая раньше была ее отличительной чертой Теперь она казалась растерянной и немного виноватой «Мама!» — начал Кирилл «Я пришел не упрекать тебя Просто хочу, чтобы ты знала Я тебя прощаю» Слезы наполнили глаза Ольги Николаевны «Прости меня, сынок!» — прошептала она «Я так сильно любила тебя, что не понимала, как больно тебе делаю Я хотела, чтобы у тебя была лучшая жизнь, но ошиблась» Кирилл обнял ее, и этот жест говорил больше, чем любые слова «У нас теперь есть сын, мама И я хочу, чтобы он знал тебя не такой, какой я видел раньше А такой, какой ты можешь быть Приезжай к нам и познакомься с внуком» И с того дня все изменилось Когда Ольга Николаевна впервые взяла на руки своего маленького внука Ее сердце растаяло Глядя на мальчика, она почувствовала, как прошлое уходит Уступая место новой, светлой главе ее жизни Вскоре Ольга Николаевна уволилась с работы Решив посвятить себя семье Теперь она каждый день навещала Кирилла с женой Помогала Ксюше с домашними делами И гуляла с внуками по аллеям парка Ее гордость уступила место любви и заботе «Ты стала самой лучшей бабушкой», — однажды сказала Ксюша, обнимая ее «А ты стала мне дочерью» «Прости меня, если сможешь», — ответила Ольга Николаевна, тихо улыбаясь Теперь в доме Кирилла царили смех, тепло и согласие И прошлое больше не бросало тени на их жизнь Они поняли, что любовь сильнее обид А прощение способно сделать невозможное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok